Новости большого города на Средней Волге Вот новый поворот. Глава Самары проверила, как строит развязку в Волгаре. Где жила в Самаре единственная жена буревестника революции? В Старом городе установили мемориальную табличку Екатерине Пешковой. В Самаре забил бахчисарайский фонтан. Одноименная премьера в театре опера-балета открыла фестиваль Алла Шелест. Шумахера, хотя пока и без прав, в Самаре прошли соревнования по автомногоборию среди подростков. Место, где будут растить будущих чемпионов. Вместо заброшенного пустыря у 124-й Самарской школы появилась спортивная площадка. Меньше пробок, быстрее путь в центр города. В микрорайоне Волгарь возводят новую развязку на пресечении улиц Тихомировой и Народной. В отличие от действующей временной дороги, перекресток будет оснащен светофорами и полосами для разгона. Объект проверила глава Самары Елена Лапушкина. Ей также посмотрела строящийся детский сад и улицу Александра Солженицына. По новым дорогам прогулялся и Андрей Каргуленко. Пока по проезжей части улицы Александра Солженицына можно спокойно гулять пешком. Автомобили редкие гости на этом участке. Но когда будет достроен детский сад и возведут школу, и продолжат застраивать микрорайон, такой прогулки себе уже не позволишь. Улица Солженицына свяжет между собой новостройки, образовательные учреждения и парк дружбы народов, где и начинается дорога. Ее проложили по национальному проекту «Жилье и городская среда». Основная часть работ уже выполнена. Четыре полосы для движения, тротуары и система ливневой канализации. Осталось лишь навести порядок на газонах и установить освещение. В микрорайоне продолжается строительство детского сада. Он будет рассчитан на 215 мест. Рабочие уже возвели фундамент и перекрытие первого этажа. К 10 ноября планируют приступить к перекрытиям этажа второго, а также к работе по наведению порядка на территорию участка. В смену работает порядка 80-85 человек. Работаем в продленку. В продленку до 10-11. Потом идет заготовка материала. На следующий день уходим. Работаем с 7-ти утра. Также глава города осмотрела стройплощадку нового выезда из микрорайона. Это будет четырехполосный участок улицы Тихомирово от Осетинской до Народной, обустроенный светофором, полосами для разгона и торможения, что позволит существенно сократить время движения до исторического центра города. Светофорное регулирование летом уже доказало свою эффективность на выезде из микрорайона. Проблем с выездом с Волгаря на время строительства Фрунинского моста не было. Жителям позволит это в разы сократить время, проведенное по дороге на работу. Строительство новой развязки усложняет перекладка коммуникаций. Но на комфорте жителей это никак не скажется. Отключений не будет. График всех переключений согласован с ресурсоснабжающими организациями. Достроить новый выезд из микрорайона планируют до конца этого года. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Зима наступит раньше. Для коммунальных служб. По наусиленный ритм работы они перейдут уже с 1 ноября. Управляющие компании отчитались перед городскими властями, что полностью готовы. Бригады дворников и кровельщиков укомплектованы. Глава Самары Елена Лапушкина поручила проверить, насколько оптимистичные цифры соответствуют реалиям. На что еще главам районов нужно обратить особое внимание, знает Лариса Шалафанова. Теплая погода продержится в Самаре до конца недели. Снег синоптики не прогнозируют. Но городские коммунальные службы продолжают активно готовиться к наступлению холодов. Прежде всего проверяют спецтехнику. В этом сезоне на улице Самары выйдут 736 машин. Из них 311 принадлежат управляющим компаниям ТСЖ и ЖСК. Работать будут в две смены. Площадки для вывоза снега уже готовы. На территории городского округа Самара у нас находятся 8 территорий, которые готовы принимать условно чистый снег. Глава города поручила руководителям районов зимой особенно внимательно следить не только за уборкой дворов, но и за своевременной очисткой подходов к больницам, школам и другим социальным объектам. И умеренно использовать реагенты. В прошлогодний наш с вами договорен, что Бионорт мы бездумно не сыпем. Все-таки давайте относиться к химическому реагенту и будем тоже беречь те газоны, которые мы восстановили. Особое внимание и своевременной очистки кровель. Для этого необходимо полностью сформировать бригады уже сейчас. Глава города Елена Лапушкина поручила руководителю профильного департамента проверить, достаточно ли у управляющих компаний, дворников и рабочих бригад для очистки крыш. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События. Рабочий класс сегодня снова в моде. Раскрыть таланты и получить достойные награды за свой труд позволяет Международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Его еще называют Олимпиадой для пролетариата. Кто они, сегодняшние передовики производства, о чем мечтают и как строят карьеру, выяснила Мария Левина. Олимпиада рабочих рук, как называют WorldSkills, крупнейшее первенство среди передовиков производства. Михаил Воронцов – один из победителей конкурса профессионального мастерства, выпускник Поволжского государственного колледжа. По образованию фрезеровщик, но у заводского станка постоять еще не успел. С 17 лет участвует в региональном этапе конкурса. В 19 уже взял главную награду на международном уровне. В этом году повторил успех на национальном туре в Казани. На чемпионате нужно было создать деталь будущего, необходимую для производства в ближайшей перспективе. Михаил справился с заданием лучше всех. Свои 20 лет он уже наставник. Готовит таких же молодых ребят к участию в следующих состязаниях. Уверен, соревнования помогут не только сделать рабочие профессии престижнее, но и совершенствовать мастерство трудящихся. Мы набираем сборную, если говорить именно о сборной, мы набираем сборную несколько людей. И те люди, которые у нас получают какие-то новые знания, но все-таки не совсем могут пройти далее. Они с этими знаниями, которые они получили в сборной, они могут также пойти на производство и быть там лучшими. И также у нас есть подготовка кадров специальная. То есть производство нам на повышение квалификации отправляет, и мы помогаем им какие-то новые знания приобретать. WorldSkills – это чемпионат профессионального мастерства среди рабочих специальностей. Сражаются за победу здесь строители, инженеры, дизайнеры, механики. В этом году в копилке Самарской области в два раза больше медалей, чем в предыдущем. Я бы хотел, чтобы эксперты, которые есть в Самарской области, почаще собирались и взаимодействовали в целом над развитием, поскольку у нас сложился большой такой кластер экспертный, и надо его просто использовать и развивать в дальнейшем. За все время проведения чемпионата самарцы заполучили 93 награды. Мы ежегодно показываем очень достойные и приличные результаты, и что особенно радует, что не стоим на месте, не откатываемся назад, а поступательно в результатах движемся вперед. Подготовка к национальным соревнованиям проходила в Тольятти еще в 2013-м. На самом первенстве в Казани за право стать лучшим сражались около 2000 молодых профессионалов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержку молодых кадров относит к приоритетным направлениям развития. Сейчас уже начали готовиться к следующему чемпионату. Мария Левина, Константин Головин, События. Борьба за чистую бизнес-среду с начала года по материалам налоговой полиции возбудила около 200 уголовных дел в отношении директоров фирм «Однодневок». Это организация, которая регистрирует исключительно для мошеннических операций и с целью уклонения от уплаты налогов. Уголовная ответственность грозит и тем, кто за вознаграждение согласился по бумагам стать директором фирмы, не планируя ей управлять. Бывает, что в распоряжении мошенников оказываются паспортные данные, а человека с ним не связанного. И фирма регистрируется на него. В избежание таких случаев налоговики советуют принять так называемые ограничительные меры по паспортным данным. То есть прийти в налоговую и написать заявление, что никаких фирм на ваше имя открывать нельзя. В случае, если планы изменятся, заявление нужно аннулировать. В ближайшее время налоговая исключит из реестра юрлиц свыше 12 тысяч фирм-однодневок. Девять приговоров в отношении директоров липовых контор уже вынесено. В случае, если уже организация зарегистрирована, но мы находим номинальное, скажем так, должностное лицо директора и допрашиваем его, мы его знакомим с так называемой памяткой, где все это расписано, предлагаем ему осуществить те процедуры, которые предусмотрены действующим законодательством. Каждый гражданин должен понимать, что это не только проставление нескольких подписей, документов, которые ему предоставили граждане, и все на этом роль его закончится. Еще раз повторяюсь, что в дальнейшем данные юридические лица могут быть использованы для тяжких, особо тяжких преступлений. В Самаре готовится к параду памяти. Тема этого года близка каждой российской семье. Салтатская слава. Как сохраняется память о героических подвигах предков, расскажет Мария Левина. В Самаре готовится к 75-летию Великой Победы. Юбилей, который заставляет биться сердце чаще, но кроме радости таит в себе печаль. В каждой семье есть своя боль и утраты. Родственники, которые пожертвовали жизнью ради мирного неба над головой. Война диктовала свои правила. Константин Головин, оператор телекомпании «Самара ГИС». Долгое время искал информацию о своем прадеде Николая Васильевича Головине. Для меня было очень важно найти информацию о своем прадеде, который воевал на Великой Отечественной войне. Для истории, для потомков, рода, семьи. Когда я занимался генеалогическим древом, просто было интересно. Ответственность какую-то, наверное, что мне дали жизнь, наверное, так. Найти информацию о своих героических предках сейчас стало проще. Официальные базы данных доступны в сети. На сайте Министерства обороны Российской Федерации. Достаточно только ввести имя, фамилию, отчество и год рождения родственника, и на экране монитора откроется вся доступная информация о нем. Чтобы эту память сохранить на долгие годы, в Самаре ежегодно проводят тысячи патриотических акций, в которые вовлекают молодежь. Одна из крупнейших – парад памяти. Каждый год у него новая тема. На этот раз она близка к каждому россиянину – солдатская слава. Миллионы судьб живых людей, которые ушли на фронт. Кто-то смог вернуться на родную землю, а чья-то жизнь прервалась на чужбине. Но все они – герои, подвигами которых гордится огромная страна. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. И мы понимаем, что солдат есть в каждой семье. Мы понимаем, что парад – это не только сам парад, это большой международный патриотический проект. 15 октября 1941-го был подписан приказ о присвоении Куйбышеву значения запасной столицы. В военные годы сюда эвакуировали всю элиту. В том числе именно здесь работал Государственный академический Большой театр. Артисты, кроме основных постановок в театре, ездили с фронтовыми концертами. Поддерживали раненых в госпиталях. Спустя годы солисты, которые сегодня служат в Большом театре, приедут на Самарскую землю. И после парада памяти дадут большой концерт в Театре оперы и балета. На парад приедут и иностранные делегации из Мексики и Болгарии. Кроме того, ожидают и российского дипломата Марию Захарову. До парада, который состоится традиционно 7 ноября, в городе запланированы патриотические акции для школьников и ветеранов. Мария Левина, Дмитрий Мешканцов, Василий Кладашов. События. В Старой Самаре появился еще один артефакт для любителей истории города. В доме на Чапаевске установили мемориальную доску в память о единственной официальной жене Максима Горького – Екатерине Пешковой. Таков результат литературно-краеведческих расследований самарских школьников. Это уже вторая мемориальная табличка, которая появилась в городе благодаря их стараниям. Но юные детективы останавливаться не собираются. О том, как служебный роман молодой девушки-корректора перерос в брак с певцом революции, расскажет Мария Лчан. Памятная табличка жене Максима Горького – Екатерине Пешковой появилась на доме номер 98 по улице Чапаевская. Политический и общественный деятель Екатерина жила здесь самых малых лет. Она была единственной официальной женой писателя. Мемориальную доску с их общей фотографией установили учащиеся 174-й школы. Я люблю город, краеведение. Нужно знать, кто был в нашем городе, все, что с ним связано, изучать, рассказывать другим людям. Познакомились Горький и Пешкова на работе в «Самарской газете». Екатерина устроилась туда работать корректором. Горький в то время был главным редактором издания. Девушка влюбилась в Горького во время завтрака в редакции, когда он, разгоряченный алкоголем, танцевал на столе. Закрутился роман, влюбленные сыграли свадьбу и уехали в Нижний Новгород. Правда, жили вместе недолго. После расставания сохранили хорошие отношения. И даже через много лет писали в письмах, какое важное место они занимают в судьбах друг друга. Ленинградская – это улица для прогулок гостей. И то, что рядом появился дополнительный туристский знак, якорь, который привяжет ряд маршрутов. Это вот огромное спасибо ребятам из этой школы, руководству школы, преподавателям. Они заботятся о развитии экскурсионного пространства нашего города. Памятная табличка на доме Пешковой – не единственный проект учеников 174-й школы. В 16-м году они изучали творчество Марины Цветаевой и вместе с учителями добились разрешения на установление мемориальной доски поэтесси. А позже узнали, что Цветаева была знакома с Пешковой. Теперь школьники пытаются проследить и другие исторические нити, связывающие писателей и поэтов Самары. Мария Елчан, Григорий Плешаков, События. Ревность, страсть и любовь царили на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Премьера «Бахчисарайского фонтана» открыла юбилейный фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. До конца месяца Самарс увидит шедевры мирового искусства. За напряженными отношениями на сцене наблюдала Мария Левина. На сцене театра оперы и балета «История вечная» – любовный треугольник. Освежают ее бурлящие чувства и восточный колорит. Действия происходят в татарском гареме, где появляется новая наложница, а вместе с ней и ревность. «Бахчисарайский фонтан» под наименной поэме «Классика» Александра Пушкина – это балет из Золотого фонда. Это уже шестая версия Бориса Асафьева. Но театр – живой организм, поэтому каждый раз зрители видят историю по-новому. За основу взяли постановку середины 30-х годов. Для этого использовали эскизы из архива Большого театра. Мы постарались показать его актуальным до сих пор. То есть я уверена, что этот спектакль – достояние нашей страны, потому что он, можно сказать, единственный, который сохранил вот этот жанр – драм-балет. Яркая премьера открыла фестиваль балета имени Аллы Шелест. В этом году он юбилейный, проходит на Самарской земле не каждый год, но самый первый состоялся четверть века назад. От имени губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, от имени правительства Самарской области приветствую участников фестиваля, гостей, слова благодарности всем, кто участвовал в создании этого замечательного события. И особые слова признательности мне хотелось бы адресовать Светлане Петровне Хумарьян, создателем лица этого фестиваля. Мы, конечно, не могли подойти к этому фестивалю, как обычно. Без звезд не проходит ни один фестиваль Аллы Шелест, поэтому ведущие премьеры и примы-балерины Большого театра, Мариинского театра, театра имени Станиславского и Немировича Данечина у нас обязательно будут. В программе фестиваля шедевры мирового классического балета – Шопиньяна, Жизель, Лебединое озеро. Насладиться высоким искусством можно в театры опера и балета до конца октября. Мария Левина, Максим Гусев, События. Новая универсальная спортплощадка открылась в Самаре на Барбушиной поляне. Летом на ней можно играть в футбол, зимой в хоккей. Директор 124-й школы, где находится этот корт, планирует открыть в учебном заведении две секции по этим видам спорта. Вместе с замминистра спорта Самарской области качество газона протестировал и Сергей Кизоркин. Свой Александр Соболев, бомбардир крыльев советов, теперь может вырасти и в Самаре. Самородок нашли в 124-й школе. Пока Никита Лазарев играет за детский клуб «Виктория». Надеется попасть в основной состав крылышек. Говорит, чем больше игровой практики, тем больше шансов, что сбудется мечта. Поэтому параллельно выступает и за школьную команду. Учитель все время устраивает какие-то игры с разными школами, турниры между классами. В этом году в 124-й школе открылась новая универсальная площадка. На ней можно играть и в хоккей, и в футбол, рассказала директор Татьяна Железникова. Днем на спортплощадке проходят уроки физкультуры, после занятий разворачиваются спортивные баталии. Мальчишки и девчонки делятся на команды и устраивают блиц-турниры. Площадку построили летом по нацпроекту «Демография. Спорт. Норма жизни». Она доступна не только для учащихся этой школы, но и для всех жителей района. Когда не проходят спортивные занятия школьников, площадка свободна для посещения жителей. В обычное время она закрыта, но любой желающий может прийти в школу, взять ключ от площадки и заниматься самостоятельно, либо взрослой со своими детьми, либо дети самостоятельно. Спортивная площадка стандартная – 60 на 30 метров. А значит, зимой здесь можно проводить хоккейные соревнования. От первенства района и города до всероссийского турнира клуба «Золотая шайба». А чтобы родители не волновались за здоровье детей во время тренировок и состязаний, спорт-объект проверила комиссия областного Минспорта. Впечатления положительные. Искусственный газон, борта, ворота и фонари соответствуют всем стандартам и нормам. Эти площадки устраиваются уже 7 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть ни одна площадка, чтобы она безвозвратно была потеряна, такого еще нет. Удобно здесь, красиво, как детям комфортно здесь. Я надеюсь, благоустройство скоро закончится. Площадка станет местом притяжения физической культуры, спорта всего лежащего района. В этом году 23 спортивные площадки появились не только в Самаре, но и в других городах и селах губернии. И все они разноплановые, с учетом пожеланий людей. Футбольные, хоккейные, баскетбольные или волейбольные. Или как в 124-й школе – универсальные. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Они еще не получили водительское удостоверение, но уже управляют машиной. Как опытные автомобилисты в Самаре прошли соревнования по автомногоборию для подростков от 15 до 17 лет. Как ребята преодолевали полосу препятствий, увидел Анатолий Головко. 17-летний Артем Лопарев водительское удостоверение еще не получил. Несмотря на это, молодой человек может дать фору даже опытным автолюбителям. Он мастерски проходит полосу препятствий на время и не теряет самообладание даже в стрессовых ситуациях. Молодой человек приехал на автомногоборье вместе со своей командой. Юноша признается, самое главное на соревнованиях – сплоченность действий всех участников коллектива. Соревнования – это всегда что-то новое. Ты смотришь, как не только ты сам растешь, но и как растут твои соперники. Ты также за них переживаешь, у тебя есть любимая команда, за которой ты также болеешь. И вот эта вот сплоченность, дружба – это, наверное, самое главное в соревнованиях. Вопреки стереотипам, за руль на соревнованиях садятся не только бравые юноши, но и представительницы прекрасной половины человечества. Марина Монакова приехала отточить свои навыки и показать себя из Тольятти. Девушка занимается автоспортом уже третий год подряд. Она считает, что приобретенный опыт поможет ей в дальнейшем при трудоустройстве. На самом деле это очень интересный вид спорта, и это очень важно в жизни. Даже при приеме на работу важно иметь автомобиль и навыки вождения. Сотрудники ГИБДД такие соревнования только приветствуют. По их словам, в будущем ученики школы будут формировать новую безопасную культуру вождения и поведения на дорогах. Все уверенно владеют автомобилем, очень хорошо передвигаются по дорогам, скоростное маневрирование показывают отлично. Не многие у нас профессиональные водители смогут проехать змейку задним ходом, а здесь девушки довольно-таки четко и хорошо это все выполняют. За последнее время в школе серьезно обновилась команда педагогов и тренеров. Ребята уже делают первые успехи и занимают высокие места в турнирной таблице на всероссийских состязаниях. Наставники надеются, что уже в этом году их подопечные войдут в число призеров на зимнем первенстве страны. Здесь дети действительно делают очень важное дело. Они продвигают в массы безопасность дорожного движения и скорость реакции на дорогах. Тем самым они будут формировать новый класс водителей, способных противостоять самым экстремальным ситуациям на дорогах и быть готовым к любым дорожным происшествиям. В автоклуб можно попасть абсолютно бесплатно. Детей приглашают на занятия в сентябре. Чтобы записаться в школу, необходимо заявление от родителей ученика и медицинская справка об отсутствии ограничений у ребенка. Здесь можно получить не только базовые навыки, но и овладеть азами дисциплины автоспорта и экстремального вождения. Анатолий Головко, Николай Сидоров, События. Воспитанники Самарского коррекционного детского дома Иволга погрузились на один день в мир театра. Такой подарок для них сделали студенты Самарского института культуры. Они привезли в детдом спектакль по пьесе Леонида Пантелеева «Белочка и Тамарочка». Это не одноразовая акция, а часть проекта «Театральное приволжье», благодаря которому постановки покажут и в других интернатах региона. Сюжет Никита Борисова. Юные актеры Самарского государственного института культуры решили сделать подарок для воспитанников детского дома Иволга. Они выступают для них с пьесой «Белочка и Тамарочка», которая вошла в шорт-лист лучших региональных спектаклей. В образе веселой клепы с детьми играет Гилия Казанцева. Рассказывает, в школе занималась в театральной студии. Потом с золотой медалью закончила училище культуры. Поступила в институт и параллельно работает в Центре социализации молодежи. Выступает для детей на разных праздниках. Все только самые положительные эмоции. У меня никогда не было такого, что я там от этого устала или что мне это надоело. Это всегда отдача детей, она самая искренняя. Поэтому это все всегда только положительные эмоции. Студенты Самарского государственного института культуры разработали для детей интересную программу. Сначала воспитанники детского дома стали участниками театрального квеста. В нем ребята смогли проявить свои актерские способности, показать, как они представляют себе балерину, певицу, кукловода и музыканта. Поработать с театральным реквизитом и самостоятельно составить костюмы. Затем стали зрителями спектакля по пьесе Пантелеева «Белочка и Тамарочка», в котором говорится о дружбе и взаимоотношении со старшими. В первую очередь мы разработали цикл программ и выезжаем с ними к ребятам в детский дом. Наша задача поднять их, подтянуть их, расширить их кругозор, увеличить их возможности. Ну и будет нам всем тогда и счастье, и почет. В ближайшее время студенты Самарского института культуры выступят с праздничной программой и в других самарских детских домах. Никита Борисов, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самарагис на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»